Изучаем, что нужно вспоминать каждый день для того, чтобы... Это программное обеспечение, 30 программ мышления, которые помогают соединяться со Всевышним. То есть, да, такие, как интерфейс, интерфейс постоянного вспоминания о Всевышнем предлагает нам автор. Как сегодня предлагали бы какое-то предложение. Мне, кстати, интересно, что я думаю, что через буквально, буквально там, ну, год, может быть, ну, два максимум, да. Можно будет вот так, читаешь книжку, например, да, и говоришь искусственному интеллекту своему помощнику. Сделай мне, пожалуйста, там, 30 напоминалок про вот это, да. И чтобы они у меня всплывали в моих очках, например, внутри, или в дополненной моей реальности. Чтобы каждый час всплывало по два, например, по одному воспоминанию. Я вот буду за день повторять 10, за второй день еще 10, за три дня буду повторять всю систему. И, значит, а потом еще таблеточку затянуть, чтобы память улучшить. И сразу все запомню. То есть, я думаю, что мы уже близки-близки вот к такому моменту, когда управление внешним мозгом, да, компьютер, это как внешний мозг человека. Оно настолько вот уже рядом, да, искусственный интеллект, что появляется у человека дополнительно еще один мозг, который будет решать, ну, практически все задачи. Скоро будет, это знаете, как интересно. Есть же у человека, есть теория Пола Маклина, есть три мозга. Мозг рептилии. Это внутри у каждого из нас сидит этот змей, первичный змей, который, рептилия, который сотворил Адама и Хаву. Змог мозг млекопитающего, БМА. Это мозг рикши, эмоциональный мозг. Это мозг, который, например, был у людей до потопа, да, которые жили своими чувствами, только делали, что хочу. Потом появляется неокортекс, мозг человека, это новый мозг, это мозг, который мыслит уже мыслями, рациональное мышление. Это тот мозг, который развивался вот до сегодняшнего дня. А скоро появится четвертый мозг. Четвертый мозг, это будет искусственный интеллект, который уже понятно, что он не эмоциональный, это не животный. И он сверхчеловеческий, да, то есть если будет возможность еще внедрять, ну, уже начали это делать, какие-то чипы в мозг, и человек, который рациональным мозгом дает этому мозгу, сверхмозгу, да, искусственному мозгу, дает ему эти права управления, чтобы там выводить его из животных состояний, из эмоциональных состояний, негативных, а чтобы быть только в рациональном, духовном, позитивном. Вот, мне кажется, это и будет время прихода Мошеха. Вот мы остались чуть-чуть до этого. Восемнадцатое, о чем нужно помнить? Весь, нужно помнить каждый день хэсет, хэсет это милосердие Всевышнего, который спасает тебя от всех опасностей этого мира, от этого мира. И почему, значит, люди боятся этого мира? И вот еще раз, давайте вспомним, мы сейчас живем, насколько разница во времени, да? Мы сейчас живем в мире, в котором живет почти 9 миллиардов человек, средняя продолжительность жизни там 70-80 лет. А он жил в мире, в котором, ты видишь, он пишет читателю этой книги, сколько людей умирает в жестоких страданиях, от голода, жажды, от ядов, от проказы, от меча, воды, огня. И зная о самом себе, что ты достоин всех этих бед за многие преступления, которые совершил, не оберегая завет Всевышнего. И Всевышний тебя пощадил, пощадил тебя, и он каждый час, каждую минуту, он тебя спасает, оберегает и так далее. И поэтому, говорит, надо ему служить Богу, славить его и продолжать его просить уберегать от всех бед этого мира. Как написано в Торе, если ты будешь слушаться голос Всевышнего, выполнять его заповеди, там, бояться Всевышнего идет перечисление, то ни одной из болезней, которые я навел на Египет, не наведу на тебя, так как я Всевышний Целитель твой. И сказали наши мудрецы, фраза эта, трактат Брахот, не змея, не змей умерщвляет, не змей убивает, а грех убивает. Значит, я вам расскажу эту историю, потому что это очень интересная история, это очень такой глубокий духовный принцип, и он его упомянул, думая, что все знают, о чем идет речь, а большинство-то не знает. Давайте вспомним сейчас, о чем идет речь. Значит, речь идет о том, что был такой мудрец, звали его Раби Ханина, Раби Ханина. И вот этот Раби Ханина, он был удивительный человек, который был чудотворец, там, ну, в общем, он был очень такой известный, известный раввин того времени. И в его Бетмидраши, да, это не был, Бетмидраш это дом учения, это не был дом учения, даже как у меня, да, вот у меня дом учения стена есть, доска, там можно маркеры рисовать. А у него был дом учения, это шалаш. Ну, раньше же люди учились, такие были шалаши, шатры, Израиль, под оливок, ковым деревом, такое все было, песочек. И вот, значит, ему приходили его ученики, в его Бетмидраш, дом учения. И по дороге поселился такой змей, варан, если вы видели, арады вот называются, в Торе арад. Значит, вы видели, наверное, такие есть драконы, они где-то на каком-то острове до сих пор живут, такие метра два, такие драконы, ящерицы, которые прямо укусят, укусят. И этот вот арад, это была полузмея, полуящерица такая длинная, и ядовитая еще. И он, значит, поселился на этой тропе, где они ходили. Он выскативал и жарил, и несколько человек убил. Учинки ему говорят, что, учителю говорят, боимся мы ходить по этой дороге. Боимся мы ходить по этой дороге, там поселился арад. Он говорит, пойдемте, пойдемте. Выходят они с Бетмидраша, с этого шалаша своего, идут к этому месту, где он был, раби Ханина. А мудрецы, они видят мир по-другому, они видят суть мира. У них есть то, что называется божественный дух, руаха кодыш. Раби Ханина идет к норе вот этого арада, засовывает в нее ногу, прям в эту нору. Тот его кусает. Ну, конечно, он его кусает от такой наглости. И умирает. Сам вот этот арад умирает. Раби Ханина вытаскивает этого арада, берет его на плечо, понес в Бетмидраш, чтобы все увидели это, да, люди. И сказал вот эту фразу. Не змея умерщвляет, не змея убивает, а грех убивает. То есть, если бы не было греха, человек должен думать не об опасностях мира, а о том, кто спасает от опасности, Бог. И думать о том, как быть перед Богом без греха, то есть делать то, что Бог сказал делать, а то, что Бог сказал не делать, не делать. Да, его запреты не нарушать. Если человек без греха, то его, конечно же, ничего не убьет. То есть все будет, как царь Давид говорит, пойдет тысяча слева и десять тысяч справа, а с тобой ничего не будет. Он говорил, царь Давид, даже буду идти долиной смерти, не случится ра, зла со мной не случится, потому что ты со мной. Куда может со мной зло случиться, если я с Богом, Бог со мной? Все. Все. Это восемнадцатое, то, что нужно помнить. Девятнадцатое, то, что нужно помнить. Позже помнит и думает о том, что имеющееся у него богатство на самом деле это залог. И когда Всевышний пожелает, то он возьмет у него этот заклад и может его заложить у другого. То есть Всевышний может деньги у одного забрать, другому дать, у того забрать, другому дать. Может, у этого забрать, многим раздать. Потом у многих забрать, этому отдать. То есть деньги, они, значит, входят, входят, входят. А интересно, что в Америке их выпускают. Почему Америка самая великая страна? Они очень круто придумали. Вот смотрите, везде же пользуются долларами. Какая-то была гениальная идея. Гениальная идея, причем это от Всевышнего. Потому что на долларах написано, Богу мы доверяем. In God we trust. Они начали выпускать доллары. И когда они выпускают доллары. Например, где-то там появился великий ученый. Если я выпускаю доллары, я могу и ученому этому зарплату платить больше, чем в любой стране мира. И недвижимость купить. И в Казахстане полезных ископаемых. Потому что у меня доллары не заканчиваются. Они не могут у меня закончиться. Я их выпускаю. Я просто их печатаю. Цена бумаги. И Америка таким образом, у них самая мощная армия. Они скупили весь мир. То есть, весь мир они купили. И это, конечно, гениальная идея. И идея гениальная, но Всевышний с ней согласен. Раз деньги у них, значит, они перед Всевышним как-то правильнее всего живут. Когда Всевышний пожелает, то возьмет заклад у одного и заложит у другого. Потому пусть не жалеет заплатить то, что заплатить обязан. Например, ограбивший кого-нибудь, пусть вернет награбленное с радостью и восславит Всевышнего за то, что есть возможность вернуть награбленное. И не бойся там, что напасти времени, да, как события. А думай. Что бы Всевышний ни сделал, я буду доволен его судом. Ибо все принадлежит Всевышнему. Он пожелает и даст, а пожелает и заберет. И что бы человек никогда не позорил бедняка за его бедность. И не думал, что его богатство свое, да, пришло к нему за его заслуги. А пусть думает так, что Всевышний в своем милосердии даровал ему это. И пусть молит его, что бы дал ему владеть своим богатством, исполнять волю Создателя. И что бы богатство не было сохраняемо во зло обладателю его. Как говорил царь Самон в Экклезиасте, что есть богатство, сохраняемое во зло обладателю его. Но когда у человека есть богатство, слава богу, бог дал ему богатство. Пусть понимает, что это дал бог. Благодарит Всевышнего, прославляет Всевышнего. Наслаждается каждой секундой своего богатства. И когда наслаждается каждой секундой своего богатства, переводит богатство в духовную сферу. Помогая другим людям, очень к этому относясь аккуратно, чтобы никого не обидеть. То есть это очень-очень такая тонкая вещь. Потому что вот люди, например, в Америке. Я когда-то, когда появилась... Я учился в Равицкой Казильбе, разве 12 лет в Архае. Это был великий человек, который... У него не было никакой организации. Он сам по себе был просто праведник, цадик. То есть он с утра выходил из дома, шел, например, в Рабанут. Он официально в Рабануте не работал. Это место, где сидят равины. Но он видел русскоязычных людей, которые приехали, эти репатрианты, которые только приехали. И он понимал, что им там внутри будет тяжело. И он, значит, им просто помогал. Вообще без денег, без ничего. Он решал их вопросы. Он им переводил. Он за них боролся, чтобы им помогали. То есть, ну а кто ты? Я просто помогаю волонтерам. Никакого не был. Никакого поста он не занимал. В Ешива он приходил и мог дать урок. Но никогда он не был ни тем, кто в этой Ешиве работал и так далее. И он, значит, был учитель математики. Был учитель математики в школе до пенсии. И после урока математики он обычно детей на минуту, на две им какие-то слова Торы говорил. И из них там все стали практически религиозными. Ну, построили семьи. Ну, то есть он был такой удивительный человек. Я недавно был в его дочке, Рабанит Хава Куперман. Я говорю, вот ваш папа, он был такой одинокий воин. Она говорит, не, папа никогда воином не был. Папа был спортсмен. Он все время был спортсмен, который все время ставил рекорды в выполнении заповеди. То есть он боролся только сам с собой. А с людьми никогда не боролся. Но никогда не уступал. Он знал точно, что он хочет. Вот это тоже был очень для меня такой момент, что если ты все время всем уступаешь, то ты в хороших отношениях. У тебя с тем нет конфликтов. Ты все время даже доволен, что это воля Всевышнего. Я выполняю волю Всевышнего. И баллы зарабатываю. Но внутри все равно это такой прессинг на эго свое. Огромный прессинг. Я вот как раз не пошел посоветоваться по этому вопросу. Как раз вот Дамир Партнер тоже этот вопрос затрадивал. До какой степени нужно уступать? И, например, методика Рафшаломаруша, который такой вот прям экстремист. Он говорит во всем. В семейной жизни во всем надо уступать. Везде надо уступать. Потому что ты кому уступаешь? Он говорит, все это проявление Всевышнего. Если на тебя идет любое давление, это значит это от Всевышнего. И уступая давлению Всевышнего, то есть ты в этот момент поднимаешься в близости со Всевышним. То есть это такой экстремистский подход, когда нет никого кроме Бога одного. Нет ничего кроме Бога. И такой прямо очень экстремистский подход. А подход, например, ну, есть подход, при котором ты ставишь все равно на первое место не... То есть ты ставишь на первое место это знание о том, что хочет от тебя Всевышний. То есть ты говоришь, нет, секундочку, вот я же знаю, что по правильному там, например, чтобы было вот так. Ну, по Торе, да? То есть никто не может мне там забрать у меня что-то. Это же неправильно. Почему я должен отдавать? Вот смотрите, есть подход экстремистский, да? Когда, как-то у Хафетскаема, был такой великим мудрец, украли бумажник. Украли у него бумажник, и вор убегает с этим бумажником, а он старенький уже, он сзади бежит, чтобы вор услышал и кричит. Ты у меня не украл, я тебе подарил. Это, говорит, ну, он хотел, чтобы в мире не было вора. То есть он как бы убрал из мира объект, сам аспект кражи, потому что он же хозяин бумажника. Значит, если он в этот момент дарит содержимое бумажника вору, то уже это не вор, а человек, который просто взял подарок и почему-то убегает, да? То есть он хотел, это такой экстремистский подход. Теперь, если, например, в отношениях, да, там женщина мужу кричит, ты там, значит, на него орет, что это им... Ну, знаете, бывают женщины, им что-то не нравится, может, да? А он говорит, дорогая, ты права. Реально, говорит, вот я никогда не обращал внимания, действительно, насколько ты права. Вот в этом аспекте ты просто вообще... То понятное дело, что женщина, скорее всего, успокоится. А он может сказать, да, типа, вообще я герой Всевышний, спасибо тебе, вот что ты мне дал такое испытание. Но это не каждый это выдержит, да, это не каждый выдержит. Так вот, сказала... Я пришел спросить у Раванит Хавы Куперман, до какой степени у Равыцка это было качество уступать. Она говорит, у него вообще не было этого качества уступать. Он просто, когда он знал, что... У него был один вопрос, что Бог от меня хочет. Если он видел, что Бог от него хочет, например, он подойти мог к человеку в Шават и попросить у него, чтобы он там не бросил сигарету, потому что в Шават нельзя курить. Но он мог так это сделать, что человек со смехом, с радостью бросал сигарету и шел вместе с ним потом в синагогу. То есть он это делал не давлением и не конфликтом. Он добивался своего с помощью невероятной какой-то гибкости, невероятной уступчивости, невероятной интеллектуальной работы, которая позволяла ему сделать так, чтобы без давления, но дети его стали велить, то есть полюбили Тору, раввины велить и все. Но он не давил на них, а он умел как-то это пробудить. Да так она мне объяснила. Это у нас было 19-е. Значит, и человек, у которого есть деньги, поэтому должен задуматься, это я сейчас подвожу итог, задуматься, что вот этот вот момент, почему я вспомнил про Равицкака, что он избегал ситуации, когда могут возникнуть какие-то сложности и конфликтные ситуации. То есть он заранее избегал вот этих вот возможностей. А когда человек, например, организовывает организацию, вот я потом работал в организации, ее организовали у Ченитирова Зильбера, Талдоти Шурун, и там уже появилась директора организации, там еще один директор. Я был как директор по развитию первый год. Но сразу возникают какие-то конфликты, в какие-то ситуации, где уже невозможно, чтобы была большая организация, не было в ней каких-то трений. Потом я начал ездить в Америку, собирать деньги на эту организацию. И тоже я видел такую вещь. Вот сидит человек, раздает деньги. Стоит к нему очередь людей, которые просят деньги. И у него в этой очереди есть люди, которые там разные, разные, разные люди. И вот в этот момент, как правильно распорядиться тем богатством, которое дал Всевышний, были такие, очень умный был совет. То есть с одной стороны, были такие, которые говорили, а я не буду, я мне Всевышний день не дал, я отделил. Вот Равин, который всю жизнь учил Тору, он сидит вот тут на этом фонде, и он распределяет. Я десятину отдаю. В Америке еще очень четко сделано так, что то, что ты отдаешь на благотворительность, тебе списывается. Ты бы все равно эти деньги отдал, а это списывается с налогов. И значит, тоже вот в этом, я думаю, причина их такого благополучия, что страна, в которой очень сильно не просто пропагандируется, а прямо у них столько, сколько денег они дают на благотворительность, не дает ни одна другая страна. И этот бизнесмен там говорит, смотрите, вот у меня мой бухгалтер сказал, что мы в этом году, вот у нас 10%, я бы их отдал на налоги, а я их отдаю лучше на благотворительность. Вот Равин, который знает, кому и как давать, и он распределяет эти деньги между людьми, между организациями, между Торой, между добрыми делами, между помощью учебным учреждениям. Вот в Айкре, значит, это онлайн-обучение в секторе такое, да, Тора простым языком. А вот в Ешиве, например, был такой Вальдемар Хавкин, который изобрел вакцину от холеры и от чумы. Он похоронен в Швейцарии, у него не было детей. И он изобрел, есть до сих пор в Индии, институт Хавкина. То есть этот институт, он производит уже и вакцины от ковида, он производил. Но за все это время они там спасли полмиллиарда человек от холеры и от чумы по технологии этого Хавкина. И он те деньги, которые он заработал, а он какие-то деньги заработал, он положил в швейцарский банк и сказал, что каждый год проценты с этих денег, до сих пор это работает, идут именно на Ешивы. Ешивы это те места, как академии, где учатся только вот они академики, они нон-стоп изучают Тору, там такие святые люди, космонавты. Он считал, что надо помогать космонавтам. Он считал, что только за счет того, что они в Ешивах учат Тору, сохраняется весь еврейский народ, Израиль, что они как раз вот это ДНК, которое, вот мы сейчас Тору учим, например, мы стремимся к миллиону часов изучения Торы в месяц. Миллион часов изучения Торы. Ну, кто мы? Мы час поучились, потом пошли работать, потом в камеди посмотрели, вечером в кино или на футбол. А их, например, в этой Ешиве, в Ешивах, которым он помогает, например, в тех Ешивах, самые элитные, учатся все вместе тысяча человек, да? И тысяча человек учатся по 10 часов в день. Хотя есть такие Ешивы, где установлено, что они учатся нон-стоп 24 часа в день, у них постоянно в бет-медраше кто-то сидит. То есть, есть у них там те, которые учатся ночью, те, которые учатся днем, те, которые, ну, то есть, как бы сменяются, чтобы без остановки учили Тору. Ну, им всего тысяча человек. И они все равно, как там они стараются, они пускай учатся по тысяче человек, каждый учится по 12 часов в день. Возьмем. Плюс молятся, плюс... Они только учатся, молятся и кушают. И все. У них нет других занятий вообще. Значит, 12 часов в день они, допустим, учатся тысяча человек, это 12 тысяч часов в день. Умножить на 30 дней, то это 360 тысяч часов в месяц. То есть, мы вроде бы... Ну, мы дойдем, я думаю, с божьей помощью, с помощью партнеров и спонсоров и экрана, и вас. То есть, если все будут ходить на уроки, делиться уроками, и будут друзья, партнеры и спонсоры давать кто-то 18, кто-то 50, кто-то 100 долларов в месяц, и мы будем эти уроки распространять через соцсети, мы миллион часов просмотра обязательно достигнем, да, в месяц. Но если у нас будет миллион, а у них 360 тысяч, то это разные. Это как разного качества энергия, да, то есть, у них они святые люди, которые только этим занимаются, и они там строят миры. Мы просто осветители мира, да, то есть, мы светим людям, которые вытаскиваем их из темноты, из болота, из какой-то злости, там, депрессии и так далее, и возвращаем, что есть понятный жизненный путь, есть Бог, есть добро, есть зло и так далее. У нас разный свет, да, мы даем, разного качества свет, а не лазерный луч, вот так можно сказать, а мы просто свет даем такой, мягкий, мягкий божественный свет. И поэтому, поэтому правильно было бы человеку, которому Бог дал любые деньги, осознать, что это от Бога, и пока эти деньги есть, наслаждаться каждой минутой, что они есть, вместо того, чтобы бояться, что их не будет, потому что, раз Бог дал, это знаете, как мне вот, недавно пришла очень сильная метафора, не пойдем дальше, не будем 20, следующий не будем читать, я закончу лучше этот момент. Вот на что похож человек, который недовольный, да, недовольный миром, недовольный жизнью, стептик-пессимист. Он похож на такого, вот представьте, к вам приходит в гости человек какой-то, да, вот именно такой стептик-пессимист, который называет себя реалистом, но по факту он стептик и пессимист. Он приходит к вам домой, вы его пригласили. Он говорит сразу с порога, да, ну, конечно, сегодня-то ты меня пригласил, но вчера ты меня не приглашал почему-то, да, и позавчера не приглашал. Вот сегодня ты меня пригласил. Ну, скорее всего, и завтра не пригласишь. То есть он, во-первых, сразу вспоминает из прошлого несколько аспектов, которые у него, ну, его же не приглашали действительно, и вчера, и позавчера. И завтра его, может, и не пригласят. Это когда Бог делает человеку что-то хорошее, то он вместо того, чтобы сосредоточиться на этом хорошем, сказать спасибо Всевышнему, он начинает вспоминать, ну, ты же мне вчера-то не давал, а что ж сегодня ты мне дал? Ну, и завтра ты мне, наверное, не дашь. То есть представьте, если бы ваш гость с такого начал, как бы вы сказали, ты нормальный человек вообще? Я тебя сегодня пригласил. Что ты начинаешь с порога, что было вчера и что будет завтра? Я, ну, зачем это сейчас, да? Вот вы говорите, ну, вы как культурный человек, добрый, милосердный, думаете, ну, ладно, странно, какой-то гость, сдержусь. Ладно, не, заходи, я очень рад сегодня, вот я же тебя сегодня, давай сейчас вот заходи, я тебе ужин приготовил. Ну, посмотрим сейчас, какой ты мне ужин приготовил. Значит, слушай, давай я возьму полужина с собой, потому что, скорее всего, завтра-то ты меня не пригласишь на такой ужин, да? Скорее всего, ты мне завтра ужина не дашь. Я лучше сейчас положу половину сразу в этот самый, а вторую половину, ну, это не совсем то, что я хотел, честно тебе скажу. Я вот чуть-чуть по-другому бы я видел этот ужин. Вот это вот конкретное поведение стептика-пессимиста в гостях у Всевышнего, да? То есть Бог нам дает каждый раз день, дает нам какие-то радости. Мы вместо того, чтобы эти радости принять, поблагодарить, кайфануть, еще раз поблагодарить, и чтобы Бог нас полюбил как гостей в своем мире, и завтра нам дал еще лучший день, вместо этого что человек делает? Он начинает вспоминать, что у него было плохо вчера. Он начинает думать, что завтра ему Бог точно не даст такого хорошего дня. Он начинает тот день хороший, тоже начинает исследовать под микроскопом, может он не такой хороший, как кажется. И Бог, как бы, если так можно было бы сказать, но все в этом мире мера за меру. Все позитивные радуются тому, что Бог дает сегодня, благодаря Тво. За прошлое понимают, что это были учебные моменты, все, что было в прошлом, это было какое-то обучение, которое на тот момент, может мы и не поняли, но оно было конкретно обучение или последствия того, что мы не туда куда-то зашли. А в будущем будет только хорошо, потому что думай хорошо и будет хорошо. Все, всем удачи, успехов, счастливо.